Девчонки, всем-всем огромный привет! Как у вас дела? Я надеюсь, все отлично. Я рада, что вы открыли это видео, потому что я надеюсь, что оно вам будет интересно, потому что сегодня я снимаю ролик, который, если честно, как-то совсем неожиданно назрел. Я вчера пришла домой, кинула в сумку, и мама мне такая, боже, ты носишь в сумке целый дом. Я такая, да, надо снять об этом ролик. Во времена своей молодости я обожала смотреть подобные ролики на ютубе, потому что мне кажется, это просто офигенно, и это действительно очень интересно, залезть в сумочку какой-нибудь девочки, потому что зачастую, неважно, какая у вас сумка большая, маленькая, средняя, мы, как особи женского пола, способны в любое пространство, как и Ремена Грэнджер, впихнуть просто не в пихую. Мое количество вещей, поэтому я не буду вас долго томить, мне само очень интересно с вами поделиться, поэтому давайте скорее начнем. Итак, ознакомьтесь с главной героиней сегодняшнего ролика. Мой второй дом, потому что в целом, если ее открыть, я могу впихнуть туда голову, мне кажется, я все туда сама помещусь. Это сумка из, боже, чтобы не изменяла память, я все время путаю названия магазинов, из мохито. Я купила ее на распродаже, и это определенно одна из самых лучших моих покупок за последнее время, потому что, ну просто посмотрите, она идеальная, у нее просто офигенный цвет, она подо все подходит, и она невероятно вместительная. Я вчера ездила по делам, пришла вечером, просто специально уже после маминых слов не разбирала сумку, она вот стояла, и сегодня с утра я снимаю этот ролик. На самом деле, у меня две крайности, я хожу либо с очень большой сумкой, либо с очень маленькой, просто третьего не дано. Мне кажется, не только я одна такая, но давайте не будем тянуть, начнем с вот такого вот отделения. Здесь все, оно еще открыто было, здесь все банально по классике, здесь лежат мои карточки, которые для проезда и пропусков в университет, и также, чтобы меня в метро пускали. Вот, и также здесь еще лежат вот такие вот мелкие денюжки. Я всегда, когда у меня находится вот такая вот мелочь, складываю сумку в боковой кармашек, чтобы, выходя из метро, знаете, очень часто сидят люди, которые просят помощи какой-то вообще просто, я не знаю, элементарно. То есть, да, там вы потратите там 10-20 рублей мелочи, а человек, возможно, на эти деньги купит себе хлеб или еще что-то. Вот, в общем, я никогда не жалею, и когда у меня есть в доступе вот быстренько, я знаю, что у меня здесь лежит денюжка, я всегда даю. Ну, мне кажется, это правильно, потому что я не обеднею, а человеку это очень большая помощь. Поэтому не проходите мимо таких людей, и правда, мне всегда их очень жалко. Основное отделение моей сумки действительно выглядит просто как дом. Здесь просто невероятное количество вещей. В потайном кармашке тут тоже все по классике, это мой паспорт и студенческий. Знаете, я, наверное, буду выкладывать на стол все, что здесь есть, потому что я просто хочу потом посмотреть, сколько вещей я отсюда достану. Следующий вот такой вот маленький кармашек. Здесь лежит мой кардхолдер со всякими карточками, какие-то карточки из магазина, мои банковские карточки, которые должны быть у меня на всякий случай не только в телефоне, но и вот здесь вот. Потому что иногда, знаете, в банкоматах ломается вот эта штука, которая считывает карточку и просит вставить. Вот, один раз я так попала, у меня карточки не оказалось, и мне пришлось возвращаться домой. Вот, поэтому с тех пор всегда ношу. Также здесь есть матирующие салфетки, очень классная штука, ношу именно их, а не пудру, потому что пудра забивает наши поры. Матирующие салфетки все-таки помогают добиться такого эффекта матовой коши, убрать лишний блеск, и это не так вредно, как пудра. Вот, поэтому у меня самые такие обычные, и покупала я их в Ашане, поэтому лежат. Также у меня здесь есть мой консилер, если у меня где-то что-то поплывет, чтобы я быстро подправила, быстренько замазала. И вот такие вот продукты для губ. Это карандаш от Artvisage, также это вот такой вот синт от Chupa Chups, и Maybelline оттенок 002, блеск для губ, самый нашумевший. Я очень люблю красить губы, и не просто красить губы, я люблю их перекрашивать в течение дня, то есть я там могу выйти с утра с одним оттенком, положить себе, накидать себе в сумку каких-то других, после обеда перекрасить, вечером вообще уже вернуться. То есть, ну, я это дело люблю, поэтому у меня этого добра много. Едем дальше. Что у меня лежит здесь? Также мне прямо на глаза попадаются два вот таких вот крема для рук. Ношу с собой два, потому что они немножко, знаете, разные. Этот пожирнее от Fruzia, а этот Mixit, он такой более легкий. Иногда, когда пересыхают руки, в принципе, руки сохнут по-разному. Иногда, когда, вот знаете, вы помойте руки, вам нужно просто немножко увлажнить, я пользуюсь вот этим. Когда прям лютый какой-то холод, или я вынуждена, там, допустим, по холоду иди разговаривать по телефону, или что-то писать, когда вот прям люто, вот, аж сводит, как сохнуть руки, я пользуюсь этим. Видите, они у меня прямо здесь оба уже такие полузаконченные, поэтому ношу их с собой в сумочке обязательно, потому что я не могу не увлажнять руки. Если я не буду увлажнять руки, будет просто катастрофа жизни. Я жить не смогу, у меня сразу начнется трескаться кожа, трескаться вот кожа именно на пальчиках. Это очень больно и неприятно. Тут мне на глаза попадается еще один карандаш от Мак. Я говорю, у меня этого добра много, скорее всего, возможно, я отрою здесь еще несколько. Дальше это, разумеется, мои очки. У меня есть стигматизм. Я читаю, пользуюсь компьютером, езжу за рулем только в очках, потому что если у меня не будет очков, то будет очень плохо и травмоопасно. Поэтому, да, очки ношу всегда с собой. Бывает, что нет, когда я точно знаю, что они мне не пригодятся. То есть могу без них обойтись. Дальше это мой просто спаситель номер один. Это кометон. Потому что у меня очень часто болит горло. Я, плюс ко всему, еще и человек с хроническим гальморитом. Плюс ко всему, я очень сильно болела в декабре месяце. До сих пор у меня эти отголоски остаются в организме. Поэтому любой сквозняк, любой холод, любая моментальная какая-то вот скованность в горле или еще что-то сразу кометоном забрызгала. И жизнь становится легче. Серьезно, без кометона это я просто жить не могу. Как люди, мне кажется, подсаживаются на капли для носа, так я подсаживаюсь на кометон. Но брызгаю им действительно по мере необходимости. Нет такого, что у меня все хорошо. Я просто кайфую от запаха кометона. Дальше это все банально. Это зарядка для телефона. У меня нет пауэрбанка. В один момент я хотела его купить. Но я человек, которому очень лень его заряжать. Точнее, он у меня есть. Но он где-то валяется. Я даже не знаю, где он. Мне лень его заряжать. Я забываю его дома. Вот зарядку я никогда не забываю дома. Тем более, сейчас подключиться где-то по проводу это вообще не проблема. USB кабели, которые вставляются в розетки, они есть везде. В метро, в автобусах, в институте, в кафе. Просто вот реально везде, мне кажется, скоро по воздуху какую-то портативную сделаю, чтобы можно было зажать телефон. Поэтому в пауэрбанке я не вижу дополнительной какой-то необходимости. Он гораздо тяжелее, чем зарядка. У меня здесь как бы и так немало вещей. Поэтому за зарядкой справляюсь абсолютно адекватно. Дальше это, разумеется, мои наушники. Тоже без наушников из дома никуда. Потому что наушники это как отдельный мир. Если я выйду из дома без наушников, я рискую впасть в депрессию. Также здесь есть очки. Потому что вчера, товарищи, светило солнце. Вчера, 9 февраля. Обведите этот день в красный календарик. Потому что вчера было солнце. А сегодня там опять пасмурно, опять метель и опять снег. Но вчера было прям серьезно. Я в весну поверила. Дальше. Еще один карандаш для губ, который здесь выплыл и уплыл где-то. Вот он. Кали Косметикс. Недавно его откопала у себя в шкафу. Теперь пользуюсь. Поэтому вот он лежит. Это, кстати говоря, уже какой по счету? Третий. Третий карандаш для губ. И пятый продукт для губ. Нормально. Также четвертый карандаш. Я вам клянусь. Я, видимо, я не всегда бывает так, что я прихожу, разбираю сумку. Какие-то вот вещи, которыми я не пользуюсь каждодневно, они у меня здесь остаются, чтобы я их не забывала. И зачастую вот такие вот, видите, он маленький. Он, видимо, здесь завалился. Это тоже арт-визаж. И это четвертый карандаш для губ. Да. Также у меня здесь лежат вкусняшки для перекуса. Очень часто бывает такое, что я ухожу из дома на целый день, что я не завтракаю, еще что-то. То есть я достаточно такой, знаете, человек, который, в принципе, долгий период может не есть, может не вспоминать про еду. У меня с этим нет проблем. Но если я захочу есть, мне нужно будет поесть здесь и сейчас. Поэтому меня спасают вот такие вот штучки. Мой любимый батончик от Бомбар. Люблю, знаете, именно вот в такой упаковке. Многие, я думаю, из вас знают, что есть еще другая серия батончиков. Они подороже. И сами по себе побольше. В них 60 грамм. Это 40-граммовый батончик. И мне они нравятся гораздо больше по вкусу. И также вот такая вот печенька от Шок Фитнес. Они мне, если честно, вот именно кокосовая мне не очень зашла. Она у меня осталась одна. И в сумке она со мной уже катается уже, не знаю, очень долго. Я все ее никак не съем. Но у нее долго срок годности, поэтому еще в порядке. Также остатки былой роскоши. Антисепсик от Батон Боди. До сих пор скорблю по закрытию магазина в Москве и вообще в России. Заказывать из Америки что-то я не рискую. Поэтому вот он у меня остался. Видите, уже тоже жизнепобитый. Остатки роскоши. Больше даже сказать нечего. И здесь также книжка. Вы что думаете, здесь не поместится? Поместится. Когда я езжу на учебу, мне нечего делать. Ладно, нет. Я обожаю в общественном транспорте читать книги. И зачастую, если мне нужно ехать конкретно на учебу, я беру с собой либо айпад, либо компьютер. Что мне нужно? И в таком случае у меня уже просто спина не поднимает. Положить сюда и книгу. Это, кстати говоря, Александр Дюма, Королева Марго. Очень нравится мне, как пишет Дюма. В свое время он привил мне любовь к литературе. И нет, это были не три мушкетера. Это была Диана... Диана, да, графиня де Монсеро. Диана де Монсеро. Вот. И это первая часть этого романа. И к своему большому стыду я читала вторую и не читала первую. Поэтому вот исправляюсь, ношу свою книжку. Прекрасно она у меня идет. Вот. И когда я точно знаю, что у меня на учебе не... Ну, как бы мне просто надо приехать на учебу и сказать, пожалуйста, идти. И прям посидеть там тихонечко на парах. Я могу взять с собой книжку, чтобы если там какая-то скучная, интересная лекция, я могу почитать. Плюс почитать его в метро, в каком-то общественном транспорте. Если я знаю, что мне по учебе нужно будет в этот день что-то делать, что-то писать. Я беру с собой либо айпад, либо компьютер. И то и то, что это прекрасно вмещается. Кстати говоря, на первом курсе я вообще над собой, если честно, поражаюсь. Потому что у меня был такой, знаете, большой шоппер классический. Они есть много где. В Zara, в H&M. Знаете, ну, просто такой классический. Вот такая вот огромная черная сумка, черный шоппер. Я с собой носила кучу всего. Я с собой носила компьютер, зарядку от компьютера, какую-нибудь тяжеленную книгу, кучу всяких вещей. Еще умудрялась носить с собой лекции, тетрадки. Я не знаю, как моя спина не прогнулась. А потом я такая удивляюсь, Настя, а что это у тебя склез? Да, блядь, действительно, столько носить тяжести. Это просто катастрофа. Не делайте так. И даже вот эти вещи, ну, если честно, я даже не знаю, что из этих бы вещей мне пришло их поставить дома. Это мне все надо. Пока я с вами болтала, вещи у меня неожиданно закончились. И единственная вещь, которая осталась в моей сумке, это моя расческа, это англтизер. Очень удобная, маленькая, компактная, легкая. Еще и с крышечкой, то есть зубчики не ломаются. Это было содержимое моей сумки. Все. Здесь пусто. Абсолютно. И я действительно вам могу сказать, что всеми этими вещами я пользуюсь. То есть по факту самое тяжелое здесь это книга. И в какой-то определенный момент, наверное, я могу ее и не брать, чтобы сделать себе как-то жизнь полегче в буквальном смысле. Но все равно предпочитаю таскать, потому что когда я еду в метро и мне нечего делать, электронные книги я не воспринимаю вообще. Я тот человек, которому надо, знаете, вот просто вот так вот дышать книгой, трогать эти странички. Поэтому электронная книга не для меня, поэтому приходится таскать с собой вот это все. Вот такая вот горища вещей, которая выпала у меня из сумки. Очки, кстати говоря, если кто-то будет спрашивать, они из Шейна, и они очень-очень дешевые, поэтому... Но при этом они очень классные, поэтому я их очень-очень люблю, они у меня уже живы не первый год. Что ж, вот такой вот ролик у меня получился. Надеюсь, вам было интересно заглянуть в мою сумку, потому что я обожаю смотреть подобные ролики, и они до сих пор очень популярны. Поэтому пишите мне свое мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить от меня другие интересные ролики. А я с вами прощаюсь и буду разгребать все вот это вот добро по своим местам, потому что в ближайшее время я покажу, что мне вроде как никуда не надо, и эту гору вещей надо разгрести. Так что я с вами прощаюсь до следующего видео, которое выйдет совсем-совсем скоро. Люблю вас безумно. Помните про бумеранг добра? За то, что все, что вы посылаете в природу... Блин, стою как я тут... Вещаю. Помните про бумеранг добра, о том, что все, что вы посылаете в Вселенную, возвращается вам в треекратном размере, поэтому посылайте только добро, только позитив. Вы у меня просто прекрасная аудитория, невероятно добрая, невероятно светлая. Я вас просто безумно люблю, и могу вам признаваться в любви еще очень-очень надолго минут, поэтому пока-пока, пока этот ролик не затянулся, но очень надолго. Все просто люблю-люблю-люблю.